3 октября в Центральном доме художника совершенно новые звуки МУ представят программу «Приключения и знайки». Впрочем, Пётр Мамонок нам расскажет, что сам приветствует вас. Здравствуйте. Обнимемся. Обнимемся. Я думаю, что символично, что именно в Центральном доме художника программа. Мы уже идем, да? Да, потому что Мамонок уже художник, художник слова, художник глубочайший. Не певет же. Нет, ни в коем случае. Не композитор, а именно художник. Как я говорю обычно, что так называемое пение и так называемый спектакль. Я у одного своего хорошего знакомого священника как-то спрашиваю. Я говорю, отец Дмитрий, а вот я кто? Поэт или художник, или композитор, или музыкант, или общественный деятель. Он говорит, вы Мамонов Пётр Николаевич. Точно. Я говорю, вот и все. Абсолютно точно. Поэтому я, с присущим мне бесстыдством, я являю собой, как интересно жить, если стремишься к осуществлению замысла о тебе. На это уходит большое, конечно, время жизни, понять, зачем ты рожден. Ведь каждый создан Богом для чего-то, а каждому есть замысел. Поэтому я очень люблю с молодыми людьми общаться. У меня с ними хороший, получается, разговор. И вот сейчас новые ребята у меня играют. Совершенно новые звуки могут проникнуть. По 25 лет им всем, да, по 25 лет им всем. Они все такие умненькие, хорошие, чистые, продвинутые. А вы пьете их кровь? Я их очень люблю. Да нет, конечно. Скорее, они мою, если уж так. Но мы живем как семья. То есть в семье есть старший, есть младший, есть еще моложе, еще моложе. Ведь наши школы и детские сады – это ужас. Вообще надо переходить к семейному образованию. К образованию в семье и ни в какие школы этих детей бедных не отдавать. Дети одного возраста, тут же законы волчьей стаи возникают. Вспомните этот ад школьный, да, и детсадовский ад. Это ад. Я как бы… Ну, это вам кажется, уже там все флером подернулось. Нет, поскольку я был в той системе, корнях, хищником. Ну, понятно. Мне как раз есть что вспомнить в плане охоты. Да, ну вот видите, вот вы и ответили. Поэтому настоящее дело – это мало-мало-меньше. Вот это правильно. Ведь, извините, семья, ведь это делали к десять детей. Вот есть такой замечательный певец Соломон Бург. Соломон Бург, не знаю, жив он или умер еще, он дядечка старый уже такой. У него 21 человек детей от одной жены. Ух ты! И у них 78 внуков и так далее. И мы стали с женой считать. Я купил о нем фильм. Сколько у него семьи? 378 человек. Семья. Он сидит один огромный, вот такой вот в кресле. Вокруг него все они. Вот эту комнату можно все свои. Он их и по именам-то не знает. Водка. Ваня Ахлобыстин. Да. Я говорю, Ваня, а ты как их? Он говорит, ну ты, Ван, зеленые майки, иди сюда. Да, у него всего-то там. Иван Иванович, шестеро у него. Вы по именам своих музыкантов-то знаете? Да, конечно. Александр, Грант, Илья и Славик. Откуда они? Они сразу к коллективу пришли? Московские все. Московские. Слава очень любил мое творчество всю жизнь. И ходил на мои концерты. И втайне... Слава это лосик, да, клавишник? Да, и втайне мечтал со мной хоть как-то сблизиться. И вот когда у нас был новый спектакль, о котором мы разговаривали, дед Петр и Зайцы, он честно нам три года служил. За сценой подавал мне гитару, таскал вещи. Вот так. То есть завоевал безусловную нашу симпатию и уважение в первую очередь как человек, как личность. Вот с чего мы начали. Что каждый из нас удивительная личность. И если мы начинаем замысел о нас осуществлять хоть как-то адекватно, то это удивительные дает плоды. Вот мы с вами до этого разговаривали, чем вот я занят, да. Вот я занят этим. Я занят овеществлением того, что во мне есть. Я все-таки жизнь уже пожил, мне уже 64, кое-чего уже прожито, надумано, на ошибок уже наделано, шишек набито. И вот через эти все вещи какое-то выкристаллизовывается потихонечку. Вообще задача-то одна – к концу жизни стать нормальным человеком. «Чтобы с тобой было хорошо, чтобы вам было со мной хорошо, чтобы дома я пришел, чтобы было со мной хорошо, а не опять отец пришел». Сейчас начнется и начнется. Из храма пришел верующий, все не так, не убрано, никто не молится, всех разогнал. Ну что это? Это разве наша вера? Нет. «Чтобы с тобой было хорошо людям». Тончайшие грани начинаются на этом пути. Человеку угодия или смирения. И так далее. То есть наша вера, которой я прилип и примкнул, и вот так из позы, стоящего на коленях и обнимающего ноги отца, как блудный сын пришел, помните, у Рембрандта, да? Вот из этой позы только я разговариваю, только из этой позы. А смотрите, вот «64» на самом деле для музыканта – это такая магическая дата, потому что на «Сержанте» была такая песня у «Beatles» «Win Am Sixty Fog». Они когда писали песню, что «64» это будет. Я еще думал, неужели мне будет «64»? Они сами думали, что им не будет «64». Вы знаете, я на сцене прыгаю и бегаю, и у меня сил полно. 3 октября прыгать и бегать? У меня спрашивают, вы, наверное, Пётр Николаевич, вот эти все свои, репетируете? Я говорю, как Джеймс Браун говорил, «Pray, pray and pray, Lord, give me energy». То есть он говорит, молитва, молитва, молитва. А еще он еще секс-машин был, Джеймс Браун, без этого никак нельзя. «Take a look at these cakes», он говорил, «взгляни на эти булочки». Остальным ребятам-то выдвигаться позволяете? С этим туго. Да, я бы рад, но они мало чего в этом смысле умеют. Они супер-музыканты, играют здорово. Не умеют просто, никто их не учил. Поэтому у нас сейчас задача, музыку мы сделали замечательную. Без ложной скромности, сказал Бару. По скромности, играем мы все отлично. Но ситуации на сцене трудно. А наше дело безнадежное – это 60% шоу, 40% музыки. То есть, вот тут надо… У меня, вы знаете, богатейший опыт по молодости, когда мы играли домашние концерты. Квартирники. Квартирники, да. И это вот очень мне дало. Я отыграл штук 700 этих концертов. По 25 рублей мы играли, на это жили. Немало, кстати. Немало. Ну так люди собирались, человек по 30, по 40. Вот по рублю все скидывались. Вот. И это ведь как? Вот комната в обычной квартире. И вот ближе, чем вы, сидит публика. И артист настоящий должен построить эту вот грань. Вот я артист, а это публика. А здесь сцена. А здесь сцена. И вот эта разделительная линия, она обязательно должна быть. Я это умею. Я это люблю. Я очень люблю сцену. Поэтому я скорее не киноактер, а театральный актер. Я очень люблю вот это живое… Лайф, да. …общение, да. Потому что мы делаем всегда спектакли, если они удачные, вместе со зрительным залом. И я всегда публике это говорю и утверждаю, что мы это сделали вместе. Когда после спектакля они благодарят. Созидающая сила – только любовь. Я им отдаю, но все до конца. И я, как вы вот… Мы сейчас говорили о бессонных ночах, да. И вот у меня и бессонные ночи, я думаю, как, чего. И вот стихи я читаю, свои читаю, Заболоцкого читаю. И какие-то вещи разные. И какие-то… Почему программа-то называется «Незнайка»? Ну, потому что… Посмотрите, вот мы начали с общения с молодыми людьми. Наш город полон одиноких молодых людей. Сейчас самая страшная тема – это одиночество. У нас были другие замесы, страхи были другие. Сейчас… Интернета не было, потому что… Молодые люди чрезвычайно одиноки. Интерактивное общение не заменит живого никогда. Вот. И вот об этих одиноких у меня очень болит сердце и душа. И я это знаю, этот вопрос. И люди идут в кайф, в потусторонний какой-то, в искусственный мир, в героин. Смотрите, «Незнайка». Вот он начал рисовать, всю ночь рисовал он, всех рисовал всю ночь. Поставил выставку – не так, все не так, не нравится. Стихи стал писать, ходил по комнате, держался то за голову, то за подбородок, глядел то на пол, то на потолок. И, наконец, братцы, послушайте, какие я стихи сочинил. Что? Ты – стихи? И про кого же это стихи? Про вас, про нас? Любопытно. «Знайка шел гулять на речку, перепрыгнул через овечку». Что? Когда это я прыгал через овечку? Да это я только так для рифмы сказал. Ты что ж, теперь из-за рифмы будешь на нас всякую неправду сочинять? А правду, зачем ее сочинять? Она и так есть. Все не так. Все не так. Вот так и мы, к нашим молодым людям, все нам не так. И дома отцу они не так, и в школе они не так, и слушают они музыку не ту, и ведут себя не так, одеваются не так. Вот мы знаем, как. С каких позиций мы это говорим? Только с позиции любви можно относиться к человеку другому, тем более молодому. Вот у меня о них болит душа и сердце. Поэтому приключения не знайте. У нас афиша такая. Я лет 45 сижу со своим 9-летним сыном. Он яблоко грызет, чертановская шпана. А я тут сижу рядом поэт. Вот она. Это афиша. Вот она афиша. Вот это об этом. Вот это об этом. Как мы их потеряли. Как мы ушли от них далеко. В свою гордость, в свое самолюбие. В свои правила, в свои правовые государства. В свою туфту. Куда мы от них ушли, убежали. Я хочу с ними. Они мои родные. И у нас взаимопонимание полное, адекватное. Мне пишут эсэмэски самые мои, знаете, какие любимые, дорогие. Респект и уважуха. Кто пишет? 17-летний, вот этот в капюшонах. Они мне верят, потому что я честный всю жизнь. А как вот... Я не умею иначе просто. Я бы рад. Я с молодежью понял. С молодежью, я понял. Но я не умею иначе, блин. Я Мамонов, Петр Николаевич. Я понял. Совершенно новыми звуками му мне понятно. А как вот товарищи... И вообще с публикой. По тем звукам му реагируют? По цеху мы дружим. Нет, вот то, что появились совершенно новые звуки му. Как вот реакция со стороны? Очень рады все. Ходят на наши концерты и слушают. Ревности нету? И очень рады. Слава богу, нет, все кончилось. Время прошло, годы прошли. Было же всякое. И деньги делили, и всякое. Да, да, я помню. Теперь все приехали. Нам было недавно 30 лет. Приехали зимой ко мне. У меня огромный замок там стоит. Все сели, все дружим. Но не все. Все. Все? Все. Приехали все. Все дружим. Все никакой заспинный. Вот результат жизни, самый главный. Незнайка – это новый материал абсолютно. Незнайка – это Носов. Текст реальный. А, то есть это… Плюс я. Плюс я, но не столько песенные тексты, сколько стихотворные и такие, как сейчас. Ну, я же в топе, в теме, да, как сейчас выражаются. Поэтому у меня все модное, все как следует. А совершенно новый звук ему, их вклад. Они только аккомпаниаторы? Или они аранжировку делали? Мы все вместе работаем. То есть это коллективные все-таки? Главный режиссер – я. Последнее слово за мной. Потому что, опять же, тут вопрос об иерархии. Должен быть какой-то строгий, который все примет, это и скажет, ребят, это нет, а вот это да. Никаких, никакого троевластия, четверовластия, двоевластия, никаких. Это надо тут строго держать. Но с любовью. Это как с ребенком. Из берегов вышел, надо ему и нападать иногда. Но с любовью, чтобы зла не было в душе. Для его же пользы. Как в Ветхом Завете пишется, молодого сына взноздай, как жеребца, ибо он горяч. Там так пишется? Да. Его надо в книге Иезекииля. Взноздай молодого, как жеребца. То есть, если у меня спрашивают, а вы своих детей наказываете? Я говорю, конечно, я их люблю. Наказание. Вспомним русский язык, давайте, а то мы все уже в мерчендайзеры перешли. Наказание от слова «наказ». Ух, поспорил бы, если бы у нас разговор был не о конкретной программе об этом. Это наказание, это наказание. А вот правильно ли я понял? Так и тут. Так и тут. Должен быть один строгий, большой, главный, но любящий. Это все схема понятная. Я понял схему. Извините, я как бы цепляюсь одно с другой. Великая проблема соотношения, взаимоотношения мужа и жены, правда? Великая проблема. Муж глава. Вроде, да? Да убоится, жена мужа. Ну, сказано в Писании, если мы по вере начинаем. И начинается. А ты, я глава, а ты это, строй. А муж что? А муж должен любить ее больше себя самого. Вот тогда. Так и тут. Строгий, но любящий. Любящий. Я их очень люблю. Они такие кролики у меня. Такие незащищенные. Такие уверенные, самоуверенные. Что-то такое у них. Это все. Мы уже полтора года репетируем. Они уже стали разные. Я понял. Вот публика, которая приходит, она все-таки ожидает, что хотя бы на Бис будут старые хиты. А их не будет 3 октября. Кое, кто приходит на Остров-2. В каком-нибудь Северодвинске, или в Омске, или в Красноярске. И вдруг я смотрю, минут через 30 эти бабушки в махровых беретах, которые сидят на первом ряду, и собрались силами, и не ушли после первых 10 минут крика и непонятки. Вдруг они начинают мелко и очень весело хихикать, и смеяться. Я же клоун. Это же очень почетное дело. В цирке кто самый главный человек? Клоун. Юрий Владимирович Никулина, когда Москва хоронила. Его гроб несли на руках, в центре перекрыли все движение. Вот как клоуна хоронили. Клоун – это всенародный любимец. Что такое театр? Это ширмочку расставил на улице и начал. И началось. Вот как. Потом и актеры, у нас отдельное ВТО. Там что-то они делают, в ресторане сидят, отдельные напитки пьют. Что за бред? Когда Ачкариони нам устроил, помните, доллар в 4 раза, да? Ага, да. Вот. Я думаю, что делать? Чем кормить детей? А потом, ну а что делать? Идти в метро, садиться. Вот о старых хитах. В метро идти, садиться и песни петь. Поп. Полная шапка будет. С Сашкой, с Кляром договорились мы вдвоем. Он песню, я песню, чтобы не уставать. Уже приготовили программу. Но тут как-то раз удалось нам это не делать. Мне не страшно ничего. Мне платит народ. А не правительство. Мне платит народ. Я выйду завтра, сяду в переходе. Вот там я буду петь Шуба-Дуба-Блюз. А здесь я буду петь новое. Потому что у меня нового полно. Новых ощущений. Главное, что суметь взлететь. Петь-то можно все что угодно. Но как голуби-то надо. Вот у меня песня такая сейчас есть. Сейчас у меня песня такая есть. Новая, а не про голубя? Нет. Да? Купил себе новый, я купил новый красный аэромобиль. Модели новые классные, вытираю пыль. Выдвину крылья мягко, мотор включу. Нажму на кнопку пальцем и улечу. Про красное. У нас красный финал, потому что из этой красной коробки. Такая песня новая. Я улетаю, я улетаю, я улетаю. Видеть, ты меня видел, но поймать не смог. Все, улетаю. Пока, браток. Отлично. Вот так. Прежде чем пока мы скажем друг другу, вы из этого красного мешочка должны достать одну фишечку. Такие у нас правила финала. Это деньги там. Если бы. На деньги, да? Если бы. Если бы. Нет. Только на деньги. Надо это. Костя. Вот. Любую. А это любовь только. Какого цвета? Вот такая белая. А белая? Тогда вот просто любого цвета вынимаем. Карточку любого цвета. Желтая. Желтая карточка. Да. Так, неловкий вопрос. Желтый. Писали вы когда-нибудь на машинах, кстати, про машины. На машине. Из серии «Помой меня». Вот я думаю, в мамонах такой пишет на машине. Нет, но у меня был случай. Я жил и родился в Большом Каретном переулке. Бывшая улица Ермоловой была наше детство. И там на углу, если знаете, есть дом иностранца, как мы его называли, где живут военные атташе и корреспонденты всех стран. И там в те годы стояли мои любимые «Мерседесики» машины. И я лет в 9-10 занимался тем, что отрывал прицел. Вот эту эмблемку, без которой я сейчас не езжу вообще. Вырывал ее с мясом и убегал. Теперь прошло лет 50. Смотрю, встаю утром, мой внук у меня все прицелы на всех машинах вырвал. Что я думаю? Наказывать, я думаю, алло, вернулась. Так и с надписями. Вот, со всеми. Вернется. Все возвращается. Никаких иллюзий. И классно, что нам возвращаются звуки му. И зрители. Совершенно новые звуки му возвращаются 3 октября. 3 октября. А наша прошлая беседа вошла вот в такую книжечку. Я вам ее дарю. Надеюсь, что будут новые книги. Это я надеюсь. А все мы надеемся, что будут новые программы. Да, да. Спасибо вам. Пока я жив, буду до конца своей жизни. До конца. Make people happy. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...